Руслан Шаипов В качестве лектора по правовым вопросам Для профилактики нарушений среди школьников Воспитывает четырех детей Признается, что начал заниматься Общественной деятельностью именно из-за семьи Семья это самая большая цена В жизни каждого человека Я хочу, чтобы мои дети жили в современном городе Современный для меня означает Развитый во всех отношениях Это и развитая инфраструктура Сфера услуг, образование, культура Социальные коммуникации И безопасность, а также много чего другого Руслан Шаипов считает, что Важно не стоять на месте и постоянно развиваться Так в 2019 году Из-за любопытства он вместе с сыном Принял участие в кулинарном мастер-классе Движения общественной поддержки Химке интересно жить Увидел потенциал в этом проекте И понял, что он не только про рисование и готовку А про взаимодействие людей Общаясь на мастер-классах Химчане не захотели прерывать это общение Во время пандемии И мастер-классы перешли в сетевой формат Постепенно обсуждение перешло на общегородские вопросы Как можно улучшить химки, где нужна адресная помощь Жителей волнует буквально все И какая вода течет из крана И состояние подъездов Освещение улиц Озеленение дворов Детские сады Школы Медицина Места для отдыха Лучшим примером эффективного взаимодействия с жителями Руслан Нариманович считает парк Подрезково Благодаря инициативе горожан Некогда заброшенную территорию превратили в красивое И современное общественное пространство Но и на этом сотрудничество с жителями не заканчивается Несмотря на то, что парк новый От жителей поступают запросы о улучшении его инфраструктуры Хотят обустройство эко-набережной для прогулок Не хватает зоны барбекю То есть ее необходимо, конечно, расширять Это популярное место отдыха для горожан Хотят увеличения количества детских игровых площадок То есть хотят, чтобы парк жил, дышал и продолжал развиваться Помимо заботы о будущем, Руслан Шаипов считает, что нужно бережно хранить прошлое нашей страны Вместе с другими лидерами движения общественной поддержки «Химке интересно жить» Он регулярно пополняет архивы виртуального музея Встречается с ветеранами и тружениками тыла Записывает их воспоминания и поддерживает с ними теплые отношения Ветеран Великой Отечественной войны Тамара Алексеевна Жительница блокадного Ленинграда На момент начала войны ей было 11 лет Вместе с сестрами и своей теткой пережила лишение Страх, голод, холод Сейчас она проживает в Химках Как раз в одном из этих домов на улице Вражной При виде ее не скажешь, что ей довелось пережить Руслан Шаипов считает, что жить в комфортном городе может каждый Для этого всего лишь нужно посмотреть вокруг и начать действовать Выдвигать и голосовать за инициативы по улучшению городского округа Заботиться о старшем поколении, ветеранах Проявлять заботу о своей семье